В канун новогодних праздников состоялся второй выпуск слушателей факультета компьютерной грамотности в рамках проекта «Университет третьего возраста. Окно в мир». Инициатором инновационной идеи создания университета третьего возраста в нашем регионе стала общественная организация «Территория деловых людей», почетным председателем которой является Владимир Баделан. Всего несколько месяцев назад в Измаиле-Ирине в его рамках открылись факультеты компьютерной грамотности для лиц пенсионного возраста. В начале торжественной церемонии выпуска, которая прошла в измаильском филиале Межрегиональной академии управления персоналом, по сложившейся традиции выпускники представили присутствующим свои проекты, связанные с применением современных компьютерных технологий. Одними из самых запоминающихся проектов оказались те, что представили супруги Виталий и Неля Сидоренко из Измаила. Их названия говорят сами за себя «Физкультура для здоровья» и «Счастливая старость». В результате жюри практически единогласно признала работу семейного дуэта лучшей. В подарок от организаторов победители получили ноутбук. Второго места была удостоена измаильчанка Татьяна Коротко, проект «Штаб взаимопомощи пенсионерам». На третьем – наша ренийская гостья Лариса Коваленко с проектом создания общественного центра. На сегодняшний день в университете состоялось уже два выпуска. В общей сложности компьютерной грамотности обучились 35 пожилых измаильчан и ренийцев, а желающих приобщиться к современным информационным технологиям становится все больше и больше. Игорь Огнев, Веб-студия Курьер.